Добрый вечер. Мы уже полтора месяца в нашей программе рассказываем о предстоящем референдуме, о всех за и против, даем противоядие от тех хитрых политтехнологий, которые используют враги референдума для того, чтобы его сорвать, но о них на следующей неделе. А сегодня народ только возвращается из отпусков, и оказалось, что очень многие ни сном, ни духом про то, что это за референдум такой. Поэтому мы просто обязаны ввести их в курс дела, и да простят нас постоянные зрители нашей программы, но сегодня мы дадим слово тем, кто инициировал этот референдум, и тем, кто не понаслышке знает, о каком глобальном деле идет речь. Ох, много у вас врагов, я чувствую, Александр Георгиевич. Жизнь такая интересная штука, понимаешь? Я хочу, со временем все люди уходят на пенсию, просто я хочу, чтобы никто не плевался вслед, и я хочу, чтобы мои внуки и я ходили спокойно по городу Денцово, чтобы не боялся этих наркоманов, не боялся ничего, понимаешь? Я был здесь на день рождения в субботу, и когда я рассказывал, что буду проводить, у них все главы, ко мне было 8 глав, все в шоковом состоянии. Говорят, Саш, ты понимаешь, что ты делаешь? Я говорю, понимаешь, ты бомбу взорваешь. Я говорю, ну, а без этого нельзя делать? Итак, разберемся, о какой бомбе идет речь. Вот суть вопросов, вынесенных на референдум. Согласны ли вы с принятием муниципальной программы «Бесплатное образование», которое создаст возможность для всех жителей Одинцовского района обучаться в Одинцовском гуманитарном институте бесплатно? Согласны ли вы с созданием лечебно-оздоровительной местности на базе пансионата «Лесной городок» для бесплатного лечения и реабилитации жителей Одинцовского района? Согласны ли вы с созданием муниципальной службы Одинцовского района по охране общественного порядка? В принципе, эти вопросы, наверное, назрели на сегодняшний день, и я очень рада, что это идет именно от главы, нашего главы, потому что, в принципе, он понимает, что нужна вот эта обратная связь с людьми, и понимает о том, что есть вот эти как раз три важных вопроса, в принципе, они всегда были важны и никогда не были какими-то второстепенными. Но сейчас назрел момент, когда их можно правильно реализовать. Именно здесь, у нас, в районе. К самим вопросам референдума мы сейчас вернемся, но не могу не удержаться от комментария по поводу важности обратной связи, о которой говорила Лариса Лазутина. Вот серьезно, я 20 лет мотаюсь по стране, и ни в одном регионе, ни в одном районе так давно и серьезно не относятся к общественному мнению, как в Одинцовском районе. Вспомните, только референдум – это уже четвертый. В ряде поселений работает общественный контроль, в других – система полномоченных жителей. А в этом году по инициативе главы создан уникальный интернет-портал «Голос народа», который позволяет людям наглядно видеть на карте все плановые работы и публично контролировать их качество и соответствие сроков. Марина Александровна, мы сейчас с Сашей Крутиковым, ты знаешь, там портал он новый сделал, да? На этом портале что нам необходимо? Чтобы каждая копеечка, жители всего нашего района могли отсидеть каждую копеечку, которую мы тратим из бюджета на различные коммунальные расходы, на ремонты и все остальное. То есть мы должны все эти объекты завести и показать, где и каждый гражданин имеет возможность проверить, как они тратятся, что там делается на этих наших муниципальных объектах. Уникальность этого проекта, на мой взгляд, самая главная, заключается в том, что, вообще говоря, и даже, насколько я знаю, это первая попытка вообще в Московской области вывести из тени работу с обращениями граждан. Мы почему-то безразличны, мы стали ко всему. И я думаю, что вот именно с появлением этого портала мы, может быть, люди научатся контролировать ту ситуацию, которая происходит вокруг них, могут об этом заявить, и они увидят реакцию власти на это, открытость власти. И я думаю, вот это и должна быть дискуссия. Этот портал призван положить конец отпискам и бездействию властей, коммунальщиков в ответ на обращение граждан. И он действительно работает. Поверьте, нигде нет в России такого, чтобы власть сама так настойчиво пыталась разбудить в людях, в жителях чувство собственного достоинства. Разбудить гражданина. Проблема в одном. Сентябрь. Народа еще мало. А если на референдум придет менее половины избирателей плюс один человек, вот один человек этот не придет, и все. Референдум будет сорван. Как это уже было дважды. Например, когда вынес вопрос на референдум об особо охраняемых природных территориях. Кто, как ты думаешь, мог быть против? Те, кто хочет. Леса себе прикормятся. Слушай, ну они-то победили меня. Ну, это не они победили, это проиграли жители скорее всего. Не, ну, ты прав, что жители проиграли. Ну как? Жителям не пришло всего полтора процента, понимаешь? И референдум не состоял. Сентябрь, как бы я ни кричал, ни вопил, а леса в аренду сдаются. Сейчас, слава Богу, передали область, сейчас будет меньше этого. Но теперь мы назад этого не вернем, понимаешь? А все, кстати, я тебе скажу, что во время прошлого референдума не было людей, которые были, говорили, против. Выступали всякие люди, говорили, что это вообще шизофрения Гладышева, там еще чего-то. А теперь они не будут живут в коттеджах, построенных на территории этих вырубленных лесов? Нет, они коттеджи построили рядом, а леса просто себе огородили, чтобы отдыхать как оздоровительную зону для себя. Вот почему из программы в программу мы толдычим и просим, что если кому-то абсолютно безразличен этот референдум, если он образован, здоров пока или ходит по улице с охраной, ну помогите вы своим соседям. Придите на избирательный участок 8 сентября, голосуйте как угодно, но не окажитесь тем единственным, из-за которого референдум может быть сорван, поскольку для очень многих ваших соседей каждый вопрос референдума может быть жизненно важным. Во-первых, у нас есть замечательный институт, который вот у нас сейчас мы на нем, на территории которой мы находимся. На сегодняшний день я знаю 7 человек на местах, уже вот на те факультеты, которые, и в принципе это вот толчок, ведь многие не верили в это во все. Я вот как раз об этом говорю, вот это вот недоверие, а вдруг не получится, а вдруг что-то. Сколько было вообще всех камней прикновения, вот даже при строительстве, никто не пойдет, все равно все уедут, мы у нас в Москву, а ведь теперь, извините, у нас теперь есть конкурс, и у нас есть право детей защититься здесь, а вот благодаря референдуму, потому что оценив в целом обстановку в районе, мы понимаем, что у нас нет кадров, кадров, которые именно наши. Все говорят о том, что у нас сейчас в России нет рабочих кадров, да? А где они делись-то? А кто сейчас их воспитывает? Ты понимаешь, много их закрывается и закрывается каждым днем, да? То есть никто не занимается для открытия. Вот для региона нужно разработать, для Одинцовского района, разработать, да, сколько нам необходимо рабочих специальностей, сколько нужно средней специальности, ну, тут же техникум, теперь колледж называется, да? Сколько нужно по высшему образованию, сколько второе высшее образование, сколько аспирантура. Мы разрабатываем программу не подготовки высшего образования в Одинцовском университете, а мы систему делаем, сколько нам нужно специалистов, какой категории, которые нужны в народном хозяйстве Одинцовского района. Такую программу никто не разработал и не пытается разработать на территории Российской Федерации. Ты видишь, как там, то с академией какие-то проблемы с академиками, то еще что-нибудь. То есть сейчас все великими делами занимаются, понимаешь? А то, что у нас не хватает рабочих кадров, о том, что у нас специалистов не... Ну, у нас же, найди хорошую электрику, сантехника, да? Университет городу нужен, потому что город, он развивается, он должен расти, и мы не должны быть зависимы от Москвы и прочих городов. У нас должен быть свой университет. Редактор субтитров А.Семкин Да, мы уже неоднократно этот вопрос обсуждали на заседаниях антинаркотической комиссии, поскольку он продиктован не какими-то склонностями, там, стремлением к инновациям, которые обязательно надо, значит, формулировать, а именно жизненной необходимостью. Что нам нужно создать? Муниципальную службу по охране и общественному порядку. Вот если бы идеально, вот как я вижу на этом, вот как я... Это наши студенты. У меня есть группа студентов, которые, я говорю, ребята, значит, кто из вас желает служить в муниципальной службе? То есть за деньги? За деньги, конечно, конечно. Не просто ДНД дружины, как в Советском Союзе? Нет, нет, за деньги. Кто из вас желает? Поднимает, например, 200 человек, которые желают. Так, пожалуйста, курс. Вот вам курс юридической практики, вы должны все уметь. А вот теперь курс, идите у меня каратэ, кекс-боксинг-бокс, рукопашный бойс, идите и тренируйтесь, закаляйтесь. Но это все прописано здесь, в Одинцовском районе. В Одинцовском районе, конечно. Это наши дети. Затем этих ребят распределяем по месту жительства, где они живут. И их должны избрать. То есть приходим на собрание, значит, сколько там домов мы просчитаем. И должны местные жители их избрать, этих ребят. Избрали этих ребят. Через 5 лет эти ребята отчитываются. Ну, это вообще-то революция. Да не революция. Здесь вопрос в чем? Что ребята 5 лет должны показать себя, как они работают. Понимаете, это рабочие места. И это и ответственность за то, что они в это время сделают. А главное под отчетность тем жителям. Ну, это вы понимаете, когда чужой человек приходит, да, и он поселился там, и никакого отношения к этому не имеет, то он особо прийти-то не высказывает. А когда вы представьте, что у него мама, папа там живет, он сам живет в этом микро-районе, это его дома. Или он живет в другом микро-районе, а здесь отвечает за этот микро-район. Но главное, другой, его родители тоже знают, что он здесь служит. Вы понимаете, получается... Ты уже не спрячешься за каской, да? Ну, и здесь вопрос другой. Другой подход люди к ним по-другому будут. Это их. Вопрос важный, но, наверное, не политкорректный. В Одинцовском районе наркопреступность носит этнический характер. Я вам скажу так, что большинство организаторов, опять же, по официальной статистике, по статистике задержаний, а я еще раз подчеркну, что восьмая служба всегда дорабатывает любую группировку до конца, включая организаторов этой группировки, которые близко не подходят к наркотическим средствам. Не побоюсь сказать, свыше 90%, это выходцы из среднеазиатского региона. Да, это не секрет, и я эту информацию, естественно, всегда довожу до нашего населения. Хотя большинство наркозависимых, которые употребляют тот же героин, либо вовлекаются в его мелкий сбыт, это жители нашего района. Словяне, да, в основном? Да, да, поэтому ситуация действительно достаточно печальная. Это еще один вопрос, которым можно было бы заниматься именно вот, значит, на уровне муниципальной полиции. Нам нужно создать систему. У нас 46 тысяч только официально прописанных имеют право на разрешение. Это гастарбайтеров, мигрантов? Да, 46 тысяч. Это я тебе говорю официально. Это маловато. На улицах сколько бродит, не работая. А я думаю, что их больше. Их в два раза больше. Понимаешь? Но это, слава богу, у нас пока нет таких вариантов, как вот недавно в Саратовской области. Пугачеве. Пугачеве, понимаешь? Это, слава богу, у нас пока миновало это. Проблема очень большая. Ее надо наркоманией. Ее надо решать глобально. Ее надо решать всем миром. Но начинать надо с улицы. Везде охрану общественного порядка осуществляют сотрудники правоохранительного органа, то есть сотрудники полиции. Везде. И было бы, конечно, очень здорово, если бы в обеспечении охраны общественного порядка нам помощь такую оказывало и население. Поэтому я считаю, что нам под силом организовать дополнительный, так скажем, отряд, который бы оказывал помощь полиции прежде всего. Вот еще раз говорю, именно на вот таком направлении, как охрана общественного порядка, на улице, то есть на улице. По месту жительства. По месту жительства. Взвесив все за и против, я убеждена в том, что действительно жители нашего района поймут, что это может быть достаточно эффективный механизм. По крайней мере, попробовать и быть, опять же, одними из первых в Московской области. Я думаю, что мы вполне можем себе это позволить. Если кто-то, не дай бог, окажется на больничной койке в результате нападения наркоманов или отморозков любой национальности, пусть он вспомнит на досуге. А чем он занимался сегодня, накануне референдума 8 сентября 2013 года? Он работал на срыв референдума? Или случайно из лени или равнодушия оказался тем самым единственным человеком, из-за которого референдум был сорван? Вы простите за такую жесткость примера, просто мы очень часто вспоминаем и жалеем о том, что не сделали в жизни, когда уже слишком поздно что-то менять. Ну, на первый взгляд, это что-то такое локальное. Где-то в лесном городке, значит, ну, коснется, видимо, очень немногих, да и то явно не самых простых смертных. Это не локально, это должно распространяться на Одинцовской районе. Как я замыслил, вот как я, значит, который предложил эти вопросы. О том, что люди в течение года имеют возможность пройти там обследование врачебное и будет назначен курс лечения. И что по этому назначенному курсу лечения будут куплены в аптеке лекарства. Кем куплен? Нами, муниципалитет. Не людьми. Не людьми. И люди получат свои лекарства, те, которые им нужны. Вот и для чего это создается. Ну, я хочу сейчас застраховать наших жителей Одинцовского района, понимаешь, застраховать на все время, на всю жизнь. Референдум, вот если он состоится, да, его отменить может только референдум. А понимаешь, при нашей жизни, что я уверен, что никто никогда не отменит этот референдум, понимаешь, и это решение будет вечно. И тогда вечно жители Одинцовского района не будут знать проблем с бесплатными лекарствами. Бесплатные лекарства. И будет выстроена целая система оказания помощи, понимаешь, я хочу создать систему. Это замечательная постановка вопроса, и я думаю, полагаю, уверена в том, что Гладышев создаст это бесплатное, как правильно выразиться, бесплатное лечение и реабилитация. Ну, я уверена, что Александр Георгиевич создаст, а мы ему обязательно в этом поможем, я обещаю. И, безусловно, поддержка людей для нас очень важна. Если мы будем понимать, что люди нас поддерживают, что люди считают это целесообразно, мы тогда горы сдвинем с их поддержкой. И последнее. Те самые политтехнологии, которые призваны оставить вас в день голосования дома, отвратить вас от референдума, они обычно применяются на последней неделе. Поэтому огромная просьба, если вы столкнетесь с такими провокациями, не сочтите за труд не только сразу позвонить в полицию, но и сообщить нам на электронный адрес программы, который сейчас видите на экране. Мы оперативно придумаем противоядие, тут же выйдем в эфир и предупредим всех жителей. Заранее благодарим вас за помощь. Всего доброго. До свидания.